Первый, и это мне кажется стало очевидным для всех, это то, что экономика России очень-очень стойкое существо, которое умеет адаптироваться, но самое главное растет и развивается с удивляющей даже нас скоростью. Если посмотреть, предварительный прогноз у нас этого года, рост отдает 3,5% рост ВВП, это существенно больше среднемирового, но вот аналитики Деловой России, например, считают, что сейчас мы все посчитаем, к концу года это будет точно больше 4% роста. Больше 4? Больше 4, ну посмотрим, конечно. Может быть. У нас падение, вот мне Михаил Владимирович сказал перед отъездом, что падение мы все время считали в 22-м году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. Страх и глаза велики. Счет идет постоянно, поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП. Посмотрим. Но это раз. Теперь смотрите, Владимир Владимирович, к чему это приводит? Мы первая экономика Европы по паритету покупательской способности. Мы пятая экономика мира, и при этом разрыв у нас с Японией такой небольшой, что если мы этот темп просто сохраним, или даже в принципе, что называется, будем ровно двигаться вперед, мы Японию обгоним уже вот-вот. Да, это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом. Первый в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один. В общем, я, честно говоря, на японцев сейчас бы не ставил ни с какими коэффициентами, потому что мы их обгоним точно. Ну, это Япония, так же, как многие европейские экономики, это высокотехнологичные экономики, и по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться, поэтому здесь есть над чем работать. Главное, чтобы у нас еще людей становилось больше, и сегодня кто-то из наших спикеров точно про это будет говорить. Вот. Ну, что это значит для вас, для бизнеса? Это значит, кстати, не только… С одной стороны, экономика растет быстро, с другой стороны, доля импорта у нас пока еще большая, больше 20%. В экономике, там, 21, 22, не помню, но это 33 триллиона, вот я сейчас запомнилась цифра, это импорт рублей. 33 триллиона рублей. А теперь смотрите, коллеги, еще 33 триллиона рублей, а если еще посмотреть, сколько везет на Дальний Восток, здесь покупает всего из Центральной России, то емкость рынка очень впечатляющая. То есть есть, несомненно, ради чего думать об инвестициях. Теперь второй лейтмотив. Наш внешнеэкономический вектор, он по факту развернулся на Восток. Это уже там не просто декларация, но просто так случилось. И растущие экономики Индонезии, Филиппин, Вьетнам, ну и, конечно, нашего основного партнера внешнеэкономической китайской народной республики этим пренебрегать нельзя. Вот, Владимир Владимирович, вы ставили вместе с председателем КНР задачу достигнуть товарооборотов 200 миллиардов долларов. В 24-м году. Да, у нас еще осенью прошлого года мы эту задачу выполнили. Не знаю, сколько там будет по факту, 230-240, но похоже, что-то около того. Кстати, что характерно, из этих 240 миллиардов у нас, ну мне кажется, процентов 90 плюс происходит вся торговля в национальных валютах. Поэтому вот эти доллары, это скорее такой исторический рудимент, который мы себе как-то сохранили как точки отсчета, на самом деле это уже рубль, юань. Поэтому объем возможного экспорта, он действительно здесь такой впечатляющий. И третье, вот, Владимир Владимирович, сейчас должны были показывать мастер-план Хабаровска. Не знаю, вы показали? Да, да, очень интересно. Вот другие для Восточной горы, но это, во-первых, не только другое совершенно новое качество среды, качество жизни для граждан, но это еще огромная возможность для бизнеса. Поэтому это все нужно строить, это все нужно потом приводить в порядок, в это все нужно, чтобы функционировало красиво. Я здесь прошелся по бульварам и понял, что в перспективе даже в Хабаровске, ой-ой-ой, очень интересный. Почему даже в Хабаровске? Я, честно говоря, в Хабаровске, я в Владивосточный форум, все время прилетаем в Владивосток. Там-то все как бы понятно, а здесь в Хабаровске, ничего себе. В общем, понравилось в Хабаровске. Знаете, Владимир Владимирович, поэтому эти три пункта, три блока, они для каждого здесь присутствующего как-то, мне кажется, будут новым мотивом, новой идеей. Почему попробовать расширить свои инвестиции, потому что здесь все уже инвестируют на Дальнем Востоке, здесь присутствующих, все, почему успешно инвестируют. Многие думают о расширении своих амбиций. А вы, а ваша компания? Я, Владимир Владимирович, вам потом расскажу, если будет у вас минуточка. Не под камеру. Но, знаете, вообще вкладывать деньги дома, на родине, вообще это всегда приятно. Тем более, мне кажется, прививки такой от инвестиций за рубежом российский бизнес получил, ее хватит на десятилетие. Это я и на своем опыте тоже говорю. Поэтому дома. Вы говорили дома, так и надо. Я давно говорил еще. Мы все помним. Поэтому у нас сейчас задача включить еще более такую высокую скорость, более высокую передачу, ускориться. Робкими уже время быть прошло. Нужно быть отважными, смелыми. Если не возражаете, я бы хотел нашему первому смелому спикеру, отважному, предоставить слово. Никита. Извините, пожалуйста. Я знаю, что предприниматели народа конкретный, деловой, интересует, что сейчас конкретно здесь происходит, что в ближайшее время будет происходить. Но если у вас есть предложение более широкого плана, пожалуйста, идеи людей, которые бизнесом занимаются, живут здесь, живут ваши близкие и так далее. Если взгляд какой-то есть на перспективу, интересные предложения, это было бы очень востребовано. Я был бы вам благодарен за это. Ну и, конечно, текущие вопросы, разумеется, само собой.